Практически середина курса, поэтому первое обобщение уже можно сделать, и обобщение сегодня, ну я назвала проклятые вопросы о своении Арктики, то есть те вопросы, которые обычно задают при рассмотрении практических прикладных вопросов, и первый из них — это нужно ли вообще жить в Арктике или только брать ее ресурсы. Но на самом деле вопрос так не стоит, но при решении определенных конкретных задач, реализации конкретных проектов, он неизменно встает. Как осваивать эти ресурсы, нужно ли создавать постоянные поселения в связи с теми или иными ресурсными проектами, какие постоянные населения. Если жить не всю жизнь, то встает вопрос вахтовое освоение или то, как это было де-факто, хотя постоянно писали о закреплении населения на Крайнем Севере в советское время определенный период жизни. Большая часть северян приезжала в молодом возрасте на север и проживала там до выхода на пенсию, до раннего выхода на пенсию в связи с определенными льготами или до того момента, когда школьники кончали школу и приходило время поступать в институт, тоже старались подгадывать под это время отъезд многие. Вопрос до настоящего времени окончательно не решен. В свое время канадцы в 60-е годы смотрели на опыт Советского Союза с созданием постоянных городов, когда разрабатывался проект «Дороги к ресурсам». В 90-е годы, наоборот, Советский Союз стал смотреть на Канаду, что север мало освоен и вроде как это эффективнее. Сейчас явочным порядком идет сокращение населения и в Ненецком округе, например, освоение новых ресурсных проектов в восточной части округа идет преимущественно вахтовым методом, равно как освоение полуострова Ямал, Гдан, нефтяные варианты, но в то же время нет-нет, да и появятся сообщения о том, что будут новые города. Но последний раз я это встречала в прессе в связи с перспективами освоения новых угольных месторождений. Под Диксоном там очень много вопросов, в том числе природоохранных. И тем не менее было заявлено, что там будет строиться новый такой полноформатный город. Есть масса проблем, связанных с этическими вопросами жизни на севере. Должны ли северяне получать компенсации? Мы с вами говорили, что северные льготы изначально создавались для компенсации именно переезда, но постепенно стали восприниматься как компенсация за потерю здоровья. Так в массовом сознании обычно воспринимается, что северные льготы – это за то, что люди жертвуют собой ради страны. так пошло с позднего советского времени. Предполагалось, что северные льготы – это не компенсация жертвы здоровья, это способ закрепления населения с тем, чтобы снижать затраты, которые связаны с вахтовой разработкой, особенно с тем способом освоения севера, который был в советское время. именно когда люди приезжали на несколько лет, уезжали, и потом вновь приезжающие должны были заново входить, что называется, привыкать жить на севере. Такая смена населения была связана с повышенной заболеваемостью и с потерями рабочего времени, пока человек приспособится. В значительной степени так живут специалисты на севере Канады, тоже приезжают туда на определенный период, чтобы, допустим, заработать на ту же квартиру. Если мы не берем постоянное коренное население, а именно специалистов. И те же самые проблемы, когда, допустим, врач привыкает к своему участку, входит в ситуацию, это все характерно и для нашей страны, и для, повторюсь, для той же Канады, как страны с наиболее протяженной арктической зоной. Дальше вопросы инфраструктурного освоения. Вот пример Ненецкого округа, который вообще в какой-то степени может быть представлен как такая модель Арктики в миниатюре, как, впрочем, многие другие регионы, очень хорошо показывают вот это вот противоречие. С одной стороны, большая часть поселков округа размещена к западу от Печоры, соответственно, от столицы, от Нарьенмара. Это старинные некоторые с 18-го, допустим, века селы. Это вот все они идут по тракту, который шел на Пустозерск и далее на восток к Мангазее, а дороги, если мы возьмем зимники, постоянных дорог практически нет, строящаяся дорога на Нарьенмар, но зимники покрывают в основном восточную часть округа, а доступность вот этих старинных сел обеспечивается либо воздушным транспортом, либо не сильно изменилась за века существования этих поселков, хотя, конечно, наличие связи с авиатранспортом не позволяет так уж шутить. Вся восточная часть округа покрыта сетью и вертолетных площадок, и зимников значительно гуще, чем более населенных округа. Но ответ простой — это дороги к ресурсам, название канадского проекта, но реально вот это вот лицензионные участки разных компаний, и мы видим, что такое де-факто освоение территории связано именно с разработкой ресурсов. Третий вопрос мы с вами рассматривали, когда говорили о урбанизации Арктики, об арктических городах. Традиционно в левом углу города располагаются в тесной сети, их существование связано с взаимообменом услугами между городами. Небольшие получают уникальные услуги в крупных городах рядом, доехать до которых в плотно-населенной территории с хорошо развитой сетью не доставляет проблем. Крупные города за счет того, что они обслуживают окружающую территорию, получают увеличение рынка сбыта своих услуг, товаров, и за счет этого, за счет того, что они имеют дополнительный рынок, в них развивается более широкий спектр отраслей. И вот этот взаимообмен вообще основа городской жизни. В Арктике города в значительной степени изолированы, лишены вот этой возможности сетевого взаимообмена, но в то же время они выполняют довольно специфические функции баз перевалочных, которые связаны с сезонным освоением, с дополнительной необходимостью складировать товары для того, возможно, они были отправлены дальше по Севморпути, отправлены дальше в окружающие поселки. И вот это вот, с одной стороны, исключенность из локальной сети, городской, классической, которая является базой развития городов, с другой стороны, включенность вот эти мощные межрегиональные потоки и дополнительные функции, связанные с вот этими перегрузками, перевалками, хранением в межсезонье, с отстоем техники, допустим, на тот период, когда техника не может эксплуатироваться в том же межсезонье, это дополнительная тоже функция арктических городов, которые заставляют их рассматривать как особый тип города и говорить об арктической урбанизации как об особом явлении. Вопрос о постоянной или временной системе расселения очень острый, очень болезненный, уверяю вас, для всех северян, потому что он затрагивает идентичность людей, их любовь к родине, прямо вот в прямом смысле слова так, или привязанность к тем городам, которые они построили, по сути, своими руками, скажем, города наши в Западной Сибири, это города, которые выросли на памяти поколения, которое в них живет, старшего поколения, более того, это построено руками тех людей, и ни с чем не сравнить впечатления, когда говоришь, допустим, с сотрудниками, с архитектором города, а почему город, а это вот я, когда была молода и ошиблась, допустим, или вот рассказ, наоборот, почему у вас там хорошее озеленение, но это вот мы своими руками делали, представляете, здесь был сначала один голый песок. И, конечно, к этим городам, которые вот не просто на глазах, а собственными руками создавались отношения совершенно особенные, поэтому вот такие экономические рассуждения, выгодно-невыгодно, эффективно-неэффективно, они здесь очень мощно наталкиваются на вот эти этические вопросы, на вложенные в эти города жизни, души, силы, и в целом наталкивается на уже имеющуюся ситуацию, на те города, которые в некоторых случаях может и не очень рационально было создавать, и в 60-е годы были, мы с вами говорили, проекты госплана и других структур, согласно которым, если и создавать было в Западной Сибири новые города, то базовые центры в очень ограниченном количестве, рассматривался вариант Надыма, например, как центральная база освоения Западной Сибири, откуда уже внутри региональная вахта ездила бы на месторождение, но тем не менее явочным порядком создалась та сеть, которая создалась, и сейчас, повторюсь, она нагружена не только вот экономическими факторами современными, но и история, которая за этими городами стоит. И еще важный один вопрос, можно было бы планировать города постоянно или временно, но эта ситуация так просто не планируется. Те города, которые создавались на века Воркута, Норильск, они стоят, но, как вы видите, разрушены отдельные их районы. Некоторые поселки, которые тоже создавались как постоянные, расселены их небольшое количество, но вот отдельные районы городов находятся либо в полностью покинутом, либо в некоторых случаях в плачевном состоянии. И наоборот, в некоторых случаях поселки, создаваемые как временные, в том числе это часть поселков Западной Сибири, Уренгой изначально не планировался как крупный город, например, Новый Уренгой. Ну и в данном случае фотография это поселок Варандей, который был расселен, но жители там тем не менее остались. В этой связи проблема планирования временных, постоянных населенных пунктов. Она довольно сложная, и даже вахтовые поселки, которые сейчас строятся в районе разработки новых месторождений, они постепенно начинают выполнять функции, например, оказания медицинских услуг коренным жителям, которым не отказывают местные медицинские центры. То есть получается, что города, созданные как вахтовые, явочным порядком постепенно начинают в минимальной степени выполнять функции нормальных таких городских центров. Дальше дилемма, которая тоже практически неразрешаемая, это как вообще совладать с вот этим изменением численности населения. Я говорила, что если традиционно архитектура, планировщики старались решить проблему климата, то проблему частой смены населения, она внятно на уровне городов не решалась. Возможен ли город трансформер? Ответа на этот вопрос до сих пор нет. Предлагались временные поселения, но это знаменитые на севере печально знаменитые бочки, которые создавались специально как жилье такой округлой формы для экономии энергии, но временное поселение связано с психологическими издержками, так называемый синдром отложенной жизни, и ничего хорошего из создания временных поселений, во всяком случае, в советском варианте не было. Ну и еще один такой, тоже острый вопрос, это освоение комплексное или отраслевое. В 30-е годы речь шла в большей степени с упором на комплексное освоение территории, в 60-е, 70-е, вот новый виток освоения севера, упор был больше уже на отраслевое, хотя формально говорилось о комплексах, о территориально-производственных комплексах, но в реальности социальная сфера была довольно редуцирована, не хватало жилья, не хватало социально-культурных объектов, это тоже классика, широко известная из истории освоения Севера и Арктики в позднее советское время. Или, например, редко населенные северные территории, той же Аляски, допустим, и Канады, конечно, там, когда сеть поселков очень редкая, и они малые по численности населения, конечно, они тоже страдают от недостатка социально-культурных объектов, если это поселок 500 человек, допустим, вполне типичный для Севера Канады или Аляски, то, конечно, там среда социально-культурная тоже очень объединенная. И вот здесь символически это старое здание порта в Диксоне и новое здание порта, там контора до сих пор располагается, хотя фасад сделан фирмой «Восток-Уголь-Диксон», но там же располагается сейчас управление порта. Вот эти два здания, с моей точки зрения, символизируют именно развитие комплексной территории, когда предполагалось так, приход на Север всерьез и надолго, и приход ради освоения какого-то ресурса, хотя это условно в данном случае, это символы такие я использую. Но стоит ли действительно на Севере создавать нормальную такую среду с социально-культурными объектами, с детскими садами, с полным спектром социальных категорий, представленных возрастных, допустим, от детей до пенсионеров, этот вопрос до конца не решен. Причем, если мы будем спрашивать самих северян или жителей Арктики, то тоже ответы будут очень разные, потому что есть пенсионеры, которые не хотят выезжать с Севера по разным соображениям, по медицинским, по социальным. У них, если дети работают на Севере, то куда же они одни поедут на материк? Есть, наоборот, те, которые добиваются их переселения. Вопрос этот очень сложен и однозначного решения нет, хотя большая часть этих вопросов может быть сведена, будьте здоровы, к вот этой вот дилемме. Что мы хотим вообще сделать в Арктике? Мы хотим в Арктике максимально приспособить социально-культурную, экономическую среду к специфическим арктическим условиям и снизить затраты на создание вот этой среды путем приспособления людей, техники, в том числе людей социально-психологические, я имею в виду, техники, технологии к очень специфическим арктическим условиям или, как я говорю, сделать из Арктики не Арктику. То есть осуществить те мечты, которые осеняли освоение Арктики практически все советское время, когда, может быть, помните песню ребят с 70-й широты «Пусть метели бушуют рядом, если надо, растопим льды». Что это означает? То есть построим в Арктике то общество, те структуры, те города, те правила жизни, которые действуют на всей остальной территории. То есть, вообще говоря, символически уничтожим Арктику, создадим там такую как бы нормальную среду жизни. Технически, в общем-то, можно и то, и другое. Технически можно и то, и другое, но вариант приспособления Арктики под не Арктику, под такую условно нормальную среду, которая у нас существует на материке, это очень дорогое удовольствие. Это практически как в 60-е годы и на Марсе собирали, чтобы яблоня цвести. Это очень похожая такая установка на то, что мы и на Марсе среду создадим, и в Арктике мы тоже создадим среду, где будут цвести яблоня и жить нормальные советские люди. Теоретически можно, но ценой огромных затрат. Второй вариант тоже можно, но здесь уже затраты будут связаны с человеком, сломкой его ментальности, сломкой привычек, сломкой даже экономических каких-то механизмов. Означает, что полностью приспособить социально-экономическую систему под арктическую специфику, под сезонность, под слабую транспортную доступность, под умение жить от завоза к завозу, умение делать запасы, умение обеспечивать в значительной степени автономию, в том числе каким-то образом организовывать медицинскую помощь, например, в удаленных районах, то, как правило, должны быть универсальные специалисты, которые могут оказать помощь по широкому спектру, допустим, медицинских специальностей. То есть здесь должна быть упор на подготовку специалистов широкого профиля, универсальных. Ну и надо сказать, что это требует непростых людей, которые могли жить в таких условиях. Здесь не будет идти речь уже о том, чтобы здесь воссоздавать такую нормальную среду. Здесь требование такое, чтобы люди были готовы жить в ненормальных условиях. Это совершенно определенные должны быть люди. Естественно, промежуточный вариант чаще всего используется. То есть в Арктике и не создана абсолютно нейтральная среда, хотя еще в 80-е годы рапортовали, что современные норильчане больше не чувствуют себя в отрыве от остальной территории. Это цитата из одного из научных отчетов 85-го года. Но на самом деле, по моим вопросам, современные норильчане даже сейчас еще как чувствуют себя в отрыве от остальной территории, потому что не имеют права, просто права и имеют возможности, не имеют сесть на машину и поехать куда-то к родственникам, в магазин и так далее. Только в пределах Норильского промышленного района. Ну и с другой стороны, в значительной степени современные жители Арктики обладают другими поведенческими стратегиями, нежели их коллеги, живущие в основной зоне расселения. Типичный пример, например, на северных трассах есть такое понятие как евроводитель, евроводитель это водитель, который не может починить машину, если она где-то там в буране заглохнет. То есть есть, правда, разные стратегии, например, крупные фирмы презрительно относятся к этому разделению, говорят, что каждый должен заниматься своим делом, если водитель, то это водитель, если он сломался, то к нему должна поехать машина-техничка и уже, соответственно, ремонтники должны квалифицированно ремонтировать. Но здесь возникает вопрос, крупная фирма, которая может обеспечить состояние дороги, по которой техничка всегда может доехать к сломавшемуся водителю, тогда да. Если это водители, работающие не в крупных фирмах, а просто такие рядовые перевозчики, то евроводитель может просто элементарно не выжить даже на такой трассе. Как правило, северные водители обладают довольно-таки широкими навыками, не только вождения, причем в экстремальных реальных условиях, но и починки, выживание в автономных условиях и так далее. То есть описывали, что берут с собой полный комплект одежды, топлива, еды и всего, чего только может пригодиться. Но, повторюсь, реальный вариант промежуточный, но когда мы выясняем, какой путь развития Арктики извлечь, всегда желательно вот эту дилемму иметь в голове. Что мы имеем в виду? Мы будем ломать арктическую специфику и пытаться там построить условно нормально функционирующую инфраструктуру или нормально функционирующую экономику. Будут большие денежные затраты. Или мы приспосабливаемся к местной специфике. Сейчас современным языком это называется развиваем природоподобные технологии. Но в условиях Арктики, помимо природоподобных технологий, их применение будет требовать недюжинных усилий от людей, которые их применяют. Специфика Арктики, безусловно, признается в официальных документах, в частности, в основах госполитики в Арктике, в стратегии развития арктической зоны, прописаны особенности, которые влияют на деятельность в этой территории. Это экстремальные природно-климатические условия, очаговый характер промышленного хозяйственного освоения, то есть та самая островность городов, о которой я все время говорю, удаленность от основных промышленных центров и, как следовательно, высокие затраты на перевозки. Низкоустойчивость экологических систем, как в последние годы стало принято обращать внимание. Ранимость самой простой поверхности тундры, когда после проезда вездехода повреждается почва и начинаются, по сути, необратимые процессы деградации почвенного покрова, потому что открывается непосредственно поверхность, лишенная растительности, и это тут же влияет на процессы деградации вечной мерзлоты. Если она каким-то хоть и тонким слоем мха, допустим, закрыта, как одеялом от внешних воздействий, то здесь режим, соответственно, полностью меняется, и вместо простой этой колеи может образоваться канал, допустим, при определенных условиях. Но часть арктических особенностей пока на законодательном уровне не принята, хотя очевидно. Но в частности речь идет о том, что вообще в Арктике другая структура экономики. Как правило, там вне зависимости от политической системы выше доли государства. Это есть данные по и зарубежным странам, и по России. Есть, конечно, различия, но в целом доля занятых в государственном секторе выше во всех арктических территориях по сравнению с более южными районами соответствующих стран, или в целом, если сравнивать более северные страны и более южные. Институциональная отдаленность — это удаленность от центров принятия решений, что связано с опасностью, риском неэффективных решений. Тоже общепризнанная проблема для всей циркумполярной Арктики. Мобильность, изменчивость на всех уровнях. Изменчивость условий по сезонам, изменчивость экономических условий по мере разработки месторождения, идущих от сырьевых циклов, циклов разработки месторождений. Ну и еще одна особенность очень интересная, она скорее такая позитивная. Все вызовы, которые нам предоставляет Арктика, они потенциально могут лечь в основу разработки принципиальной новой техники, конкурентоспособной техники. То, что мы говорили, многие северные страны используют как свое преимущество — это способность создавать инновационные товары, продукты, технологии, которые потом находят применение в других местах. Примерно так же, как в параллеле Арктики с космосом вообще очень хорошая, хотя и, может быть, несколько кажущаяся и устаревшая, но примерно как космические технологии и в Советском Союзе, и в Америке создавали лучшие продукты, которые потом питали экономику и военные технологии в соответствующих странах, то так, в принципе, и арктические технологии могли бы стать хорошей базой инновационного развития страны в целом. Там огромный запрос на новые технологии в сырьевых отраслях, в быту, в сфере жизнеобеспечения в арктических условиях. И это могло бы стать таким двигателем инновационного развития. Это еще одна из идей, которая не всегда правильно понимается, обычно рассматривается противоречие, как я говорю, между нефтянкой и нанотехнологиями. Да нефтянка предъявляет огромный спрос на инновационной технологии, она могла бы стать, об этом многие экономисты говорят, в Сибирске особенно, и как раз наши сырьевые отрасли могли бы стать таким мотором развития наших уже инновационных отраслей, пока эта смычка не очень происходит. Но вот с учетом всех особенностей Арктики, можно говорить о том, что там требуется другая по своей структуре и отчасти по механизмам управления экономикой другие институты и, разумеется, другая техника. Как это может происходить, я бы хотела поговорить в трех аспектах – в культурно-идеологическом, организационном и, собственно, узкоэкономическом. Ну, упор я, конечно, делаю на то, как делать специфические, как выделить Арктику в отдельное производство, именно арктические идеологические системы, организации и механизмы управления экономикой. Потому что, ну, как делать из Арктики не Арктику, здесь достаточно просто. Вопросы, как правило, такие технические возникают. Вот как раз выборы подстройки более тонких технологий, способов, приемов подстройки под Арктику требуют значительно большего внимания. Ну, в первую очередь, по людям. Кому это делать? В Арктику попадают разные люди, абсолютно разные. Есть даже работы, которые показывают, что в разные районы Арктики попадали и попадают люди разные по своим психологическим качествам. Но в работе Куцева, в частности, тюменского автора, упоминается, что в зависимости от коэффициента северного, степень ориентации на материальные блага, на заработок разная у тех, кто ехал в более северные районы и в более южные районы. Чем больше размер северного коэффициента, тем больше там доля тех, кто ориентировался на материальные блага. Здесь, конечно, очень многое зависит от региона, от отрасли. Если были периоды, допустим, во время строительства трансаляскинского нефтепровода или во время освоения нефтяных и газовых, как тогда говорили, запасов в Западной Сибири, разница в зарплате могла достигать, допустим, десяти раз у тех, кто работал в районах нового освоения, и у тех, кто работал в основной зоне расселения на материке. В настоящий момент вот таких уж прям больших заработков длинного северного рубля на севере нет, за исключением отдельных каких-то ниш, вот, допустим, исключительно востребованные специалисты на канадском севере, высокого уровня руководители в сырьевых отраслях на крупных предприятиях на российском севере. Но, тем не менее, что мы имеем? Вот те самые люди, которые приезжали за заработком на север в 60-е, 70-е, 80-е годы составляют большинство населения современного российского севера. Отсюда огромное недовольство. Люди приехали для того, чтобы стать, ну, такой материальной элитой в советское время, путей, в общем-то, повысить свое благосостояние в годы всеобщего равенства было не так много, в том числе вот переезд на север. И они особенно остро ощущают ухудшение материального положения сейчас, уход вот этих вот разрывов в доходах, уход возможностей повышенного заработка. Здесь же важно, как всегда, даже не та ситуация, сколько люди непосредственно зарабатывают, сколько разрыв между реальностью и ожиданиями. Ожидания были очень большие. На север ехали, помнят эту ситуацию, когда в годы дефицита мне описывали, что люди приезжали и, прости, побалдели. То есть это дословная цитата от того, сколько там было доступных товаров. Тогда посылки, начиная от сигарет и кончая чем угодно, с севера посылали на материк, потому что там многие товары были доступны, те, которые были в дефиците в основной зоне расселения. Даже еще в 90-е годы в кризисный север вошел в полосу кризиса чуточку позже, чем основная территория страны. И в 90-е годы в Красноярском крае рассказывают байки про то, как если в Подмосковье за колбасой ездили в Москву, то в Красноярском крае за колбасой ездили на Диксон. Тогда теплоходы ходили и, соответственно, в южные уже голодные районы везли какие-то дефицитные товары. А вот эта одна категория, повторюсь, очень требовательна и в значительной степени такой моральный, что ли, кризис, который во многих городах сейчас наблюдается. Он связан с тем, что люди-то приезжали за материальными благами и вот общее изменение отношению к Северу очень больно именно по этой категории ударило, потому что не позволило реализоваться их ожиданиям. Еще одна категория «В городе жить лучше» — это цитата. Однажды я анкетировала ребят из таймырского училища. Среди них много было ребят, родившихся непосредственно в тундре. Это представители коренных народов Севера, которые приехали учиться в Дудинку. И на вопрос, почему вы приехали в Дудинку, был ответ «в городе жить лучше». То есть в данном случае речь идет о более широком явлении об урбанизации, когда из сельской местности переезжают в города. Это общемировое явление, естественно. Общая тенденция развития вообще мировой сети расселения. Но вот в последние годы она пошла в Арктике и в зарубежной. Мы говорили с вами о таком понятии, как женский исход, например. То есть в первую очередь из малых поселков уезжают женщины, потом уже мужчины. Но и в целом уезжают из малых поселков. И это явление пошло уже и в советские годы, и это явление наблюдается и сейчас. Это один из источников роста северных городов. Это, соответственно, абсолютно другая категория людей, которые, наоборот, считают, что современные северные города — это манна небесная по сравнению с другой ситуацией. Ну, здесь сложнее, потому что в некоторых случаях речь идет об утрате традиционных занятий, об утрате традиционных удовольствий выхода в тундру, допустим, которая для многих представителей коренного населения представляет из себя нормальное и наиболее благоприятное окружение. и многие, допустим, доживающие свои дни в поселке пожилых, я имею в виду, тоскуют о том, что они не могут снова поехать, допустим, в свою родную тундру. Но здесь можно говорить еще об одной категории. На севере исторически оказывались и оказываются люди, которые туда перемещаются, бегут, по сути, от каких-то проблем у себя на родине. На севере можно встретить уроженцев, ну, практически всех горячих точек Советского Союза, бывшего, которые были в 90-е годы, наиболее пораженных безработиц регионов, соседних сопредельных государств и России. И в этом плане север для этой категории – это страна возможностей. Если мы говорили о том, что для заработка ехали практически со всей территории страны, в советские годы, допустим, на севере было несколько процентов уроженцев даже Москвы и Петербурга в некоторых районах, то если мы будем говорить об отдельных районах, допустим, Дагестана, Азербайджана, Средней Азии, то для них север по-прежнему остается стороной возможностей. И здесь я могу сослаться на моих коллег-социологов, допустим, из Мурманской области, которые это доказали просто в своих исследованиях. Это действительно, если человек там не мог открыть, допустим, свое дело у себя на родине в силу глубокого экономического кризиса, приезжает в тот же Мурманск или Новую Оренгу, и там может реализоваться. Здесь опять-таки вот эта вот возможность жизни на севере сравнительная. Еще одна категория, сейчас она становится все более многочисленной, это профессионалы, которые приезжают на север ненадолго для реализации какого-то проекта. Это может быть руководитель какого-то департамента крупной, допустим, сырьевой компании. Это может быть элементарно москвич, петербуржец, иностранец, канадец, который понимает, что он должен поставить, допустим, какой-то проект, и через три года он уедет вставить следующий проект в новом регионе. Это интересная категория, но она в целом повышает и уровень, допустим, спроса. По сути, это высокооплачиваемые персоналы, высокооплачиваемые профессионалы. И если первая категория тех, кто ехал на север просто ради заработка, они были склонны на севере деньги не тратить, экономить и тратить их в отпуске или потом уже, когда они уезжают с севера на юге, то чем больше в том или ином районе людей профессионалов, то там, по сути, создаются условия для развития местного рынка, кафе каких-то, магазинов и так далее. Как сказал сотрудник Норникеля, как раз москвич, который был привлечен туда ради занятия достаточно высокого поста в этой компании, говорит, приглашаю своих друзей-москвичей в Норильск, говорит, приезжайте, посидим там. Они говорят, что у вас в Норильске вообще есть где посидеть, что ли? Он говорит, нет, у нас автолавка здесь два раза в неделю. Ну, именно эти люди, которые могут пригласить к себе тоже достаточно высокоплачиваемых друзей-москвичей просто приехать в Норильск посидеть, они создают условия для того, чтобы там была, ну, автолавка это сильное, конечно, преувеличение, но чтобы создавался какой-то локальный рынок, ну, в том числе предприятия общественного питания, бытовых услуг и так далее, и так далее. Еще одна категория, недавно появившаяся, очень интересная, это вот когда из севера уже в значительной степени сделан не север и из Арктики, не Арктика, когда вместо, ну, не автолавки, автолавка там скорее даже не автолавка, а плавучий магазин, как мы с вами смотрели. Ну, в крупных ресурсных городах созданы приличные социальные условия, и опять-таки появляется категория северян, которые понимают, что на севере им проще реализовать свои потребности, ну, в частности, получить квартиру. В том же Норильске знаю специалистов, которые уезжали учиться, допустим, в Петербург, в Москву, потом возвращались в Норильск, потому что понимали, что в столице они будут зарабатывать на квартиру долго. В Норильске проезжают, и через два, допустим, года уже семьей живут в собственной отдельной квартире. Стоимость недвижимости меньше. Как правило, это и речь идет о городах с сокращающимся населением, потому что в городах с растущим населением квартиры такие дорогие. Но тем не менее, за стабильностью, за социальным обеспечением, за доступными учреждениями для детей, садики, школы, хорошие кружки и так далее. Ну и еще одна категория, самая интересная, которая могла бы обеспечить вот эту специфику арктическую, то, что я назвала начитавшись. Это люди, которые едут на север как раз за необычностью, за спецификой вот этой северной, и гордятся именно тем, что они живут там, и получают удовольствие от того, что они живут именно в тех условиях, в которых живут, потому что это интерес. Такое, скажу, тоже бывает. Ну вот пример. Аляскинский архитектор, который антрополог-архитектор в Фэрбэнксе, некоторое время опять-таки ради интереса, ради драйва жизненного, проживший с эскимосами в удаленном совсем поселении, сейчас работающий в экспериментальном центре, который разрабатывает новые типы жилья для удаленных эскимосских поселений. Вот обращаю внимание, может, не очень как бы корректно, но это его рука с татуировкой, это флаг Аляски. То есть человек, у которого на руке на татуировку флага Аляски, это выдает вот этот драйв, с которым человек всю свою жизнь действительно работает на благо Аляски, на улучшение условий жизни, в прямом смысле слова, потому что он весь горит разработкой вот этих новых вариантов домов, энергоэффективных, ориентированных на ситуацию бездорожья. Он говорит, все наши дома мы заранее ставим, например, условия, чтобы их можно было одним малым самолетом перенести на место сборки. То есть это как раз яркий пример того, что ситуация подстройки под арктическую специфику требует людей, которые приехали не зарабатывать, а требует людей, которые горят желанием именно жить на этой территории и сделать ее удобной, интересной, адекватной, но удобной не в смысле построить там вот типовые дома, как мне часто говорят, мы тоже хотим жить в высотных домах, как вы там в Москве у себя, в Москва-Сити. Я, конечно, не живу в Москва-Сити, но вот этот идеал как на материке, как в Москве, как в Париже, я не знаю, либо идеал сделать так, как это наиболее удобно, исходя из этих условий. Он показал соседний, в частности, дом, говорит, вот заезжий архитектор построил красиво, но, говорит, потребляет энергии на порядок больше, чем вот тот дом, который я построил, потому что я построил применительно к уже арктическим условиям, а заезжий архитектор построил по типовой модели. В идеале, конечно, совместить, но я не могу сказать, что его дома некрасивые в том, в котором находились, он тоже сделан, с моей точки зрения, с большим вкусом. Но идея, что вот такая позиция с татуировкой флага Аляски, она отражает именно ту самую позицию приспособления к Арктике, создание среды специфической, новой, требующей огромной творческой энергии, но зато абсолютно новой, действительно такой, действительно подлинно арктической. Ну и российский пример, к сожалению, человек уже ушел, это Ларин Владимиров Владимирович, это основатель заповедника на Таймыре, урожденный москвич, тоже приехавший на Таймыр. Я его спрашивала, изучая миграцию, а вот почему вы вдруг из Москвы приехали на Таймыр? Он мне говорит, ну я ходил в московский зоопарк, там в кружок, я говорю, вот логики не вижу между кружком при московском зоопарке и переездом на Таймыр, он говорит, ну я занимался горными баранами, ну в общем, лучший в мире специалист по горным баранам, уже ближе, но все-таки почему переехали? Он говорит, ну вы Куваева территорию читали? Да, тогда чего спрашивать? Вот этот ответ я очень люблю, потому что он тоже показывает драйв, ради которого люди ехали туда и действительно создавали что-то новое. Но один создает новые дома, другой, соответственно, заповедник. И вот эта категория, она и есть категория, ну скажем так, настоящих таких жителей севера Арктики. И когда возникает вопрос, часто его задают и журналисты, вот надо ли закреплять население в Арктике, какое население? Вот тысячи людей, которые приехали зарабатывать, тысячи людей, которые бежали от нищеты, или единицы людей, которые приехали создавать вот эту специфическую арктическую среду? Но ответ совершенно очевиден. И совершенно очевидно, что, скажем так, роль вот таких людей в экономике Арктики, она на порядок больше, чем роль среднего человека, который просто туда приехал за советскими, допустим, северными надбавками. И речь должна идти не о количестве, а именно вот о качестве жизни людей. Но о качестве жизни не просто, я не говорю, что там надо жить где-то в каких-то времянках и так далее. Качество жизни должно быть обеспечено, но оно должно быть обеспечено сообразно северной специфике, северным особенностям. И в это качество жизни входит удовлетворение от того, что они живут. Они не получают компенсацию за потерю здоровья на севере, они получают кайф от того, что они живут на севере, от того, что они могут реализовать свой творческий потенциал. Вот это очень важно понять, что север — это не наказание для некоторых людей. И таким действительно хорошо на севере. Это кайф от того, что они имеют возможность ответить на этот вызов. Еще один вариант, еще один такой коренной северянин. Немножко покажу, потом расскажу, что это такое. Это профессор креолитологии университета Фербенкс. Мечтает лекцию своим студентам. У него целая серия роликов на YouTube, которая посвящена креолитологии. Это вот он создал такую серию, соответственно, японецкого происхождения. Здесь можно, по сути, заканчивать. Сейчас еще несколько секунд вам покажу. Это туннель исследовательский под Фербенксом, где занимаются изучением вечной мерзлоты. Заодно вечную мерзлоту на стенках можно увидеть. Переключу давайте на предыдущий слайд. Объясняю. Человек, как вы видели, антропологический японец, увлекавшийся, помимо всего прочего, парусным спортом. Однажды вмёрзся в лед у берегов Аляски, в прямом смысле слова, как челюскинцы. Пришли его спасать с поселка на северном побережье Аляски, по-моему, бару. Группа местных жителей, среди которых была китайская женщина-врач. Он сказал, что спасать меня не надо, всё нормально. Но в этого врача таки влюбился, женился, остался на Аляске. Говорит, если многие приезжают на Аляску с юга, то я приехал в Фербенкс с севера. И, как вы видите, тоже человек достаточно креативный, создаёт фильмы, в которых... Ну, там дальше будет речь про вечную мерзлоту. Я сейчас не ставлю перед собой целью читать вам про креолитологию. У нас всё-таки социально-экономическая география. Но хочу показать тоже пример человека, который получает кайф от того, что живёт на севере, имеет свою специализацию, связанную с севером, и характерный образ жизни. Вот в начале ролика он управлял оленью упряжкой. У него, ну, прямо так скажем, ранчо в личном пользовании, где он один из немногих на Аляске разводит северных оленей. Их там изначально не разводили в... А домашниных на них охотились. А это олени, привезённые из Чукутки. И, соответственно, Кинжи Йошикава имеет свою оленью ферму, но вот как бы ради удовольствия и ради съёмок фильмов для студентов. Это тоже один из примеров для Аляски в значительной степени очень характерных. Потому что были, конечно, люди, которые ехали именно на заработки, особенно в период золотой лихорадки, само собой. В период лихорадки, прямо так и скажу, связанной со строительством транс-аляскинского нефтепровода. Но, помимо всего прочего, остаются вот такие люди, которые хотят свободы, возможности самореализации. Но где он ещё, допустим, в Японии будет иметь ранчо размером, ну, наверное, несколько гектар. Потому что съёмки с квадрокоптера — это вот просто зелёное море тайги, это вот всё, говорит, моя территория. Возможность иметь оленью ферму и снимать подобные фильмы, и там у себя, допустим, на участке принимать группы студентов в качестве учебной практики. Вот на Аляске таких много, потому что там и законодательная система позволяет в значительной степени большую свободу, нежели в других штатах, и Аляска славится именно тем, что там возможности для самореализации, для жизни по своим правилам, ну, значительно выше, чем в других штатах. И вот здесь я бы хотела сказать, что состав людей — это огромный фактор развития территории. Их чаяния, их способности, их ожидания — это тоже тот фактор, который должен планироваться при прогнозировании развития территории. Что происходит у нас? Ну, слово «территория» уже произнесло. В посреднее время, безусловно, можно оценить усилия по созданию тоже такого романтического образа Арктики, достаточно мощной информационной поддержки, чем дальше, тем больше. И возникает образ Арктики как «Фронтир». Вот это один из сайтов, связанных с «Фронтиром». «Фронтир» — термин научный, идущий из американской истории. Фредерик Джексон Тернер в конце XIX века ввел его в научный оборот, историк, обозначив этим термином границу между цивилизацией и дикостью, как он определил в книге «Фронтир в американской истории» 1898, если память не изменяет года. Но при этом «Фронтир» — это не просто освоение территории, это интенсивное освоение, которое вызывает радикальную перестройку экономических, социальных институтов, ландшафтов. Часто «Фронтир» иллюстрирует вот этой картиной «Американский прогресс», она называется «Где здесь?». В современных этических рамках тут довольно странновато она читается, но это и характерно. Под натиском американского прогресса уничтожаются с лица земли стада бизонов, дикие медведи, вместе с ними индейцы. Все это вместе воспринималось как дикость уилдерниз, которая должна быть цивилизована с лица земли. Вот прям такое выражение бытовало. Ну да, довольно жестокое такое понимание «Фронтира», но «Фронтир» имеет и другой аспект, что именно вот в этом таком горниле создалось новое американское общество, вот такое, какое есть, и, скажем, материалистичное, хорошо или плохо к этому относятся, очень практичное. Если, кстати, сравнивать описание территории нового освоения в Соединенных Штатах в XIX веке, допустим, освоения Сибири, то параллелей достаточно много и с точки зрения материализма, и с точки зрения практичности. Сибирские крестьяне описывались практически так же, как рядовые американцы в соответствующей литературе. Но идея в том, что вот это освоение новой территории, оно одухотворило, что ли, придало смысл американской истории, американской нации и стало восприниматься как такая духоподъемная идея, которая позволяет, ну не позволяет, воодушевляет на подвиги современных американцев. Яркий пример — это 60-е годы, когда вот эту идею фронтира взял на вооружение Кеннеди, произнеся речь, одну из предвыборных речей, о том, что фронтира — это вот такая базовая идея американцев, они не должны ее забывать, и именно идея того, как они освоили новые континенты, вот эта вот способность к новому, способность к фронтирной деятельности, она должна и дальше вести американцев к новым рубежам. Ну, рубежи там были и борьбы с бедностью, и борьба, между прочим, с коммунизмом, ну, соответственно, времена Кеннеди, да, то, что было и освоение космоса опять-таки в соперничестве с нами. Но здесь важна сама вот эта вот идея, раз уж осваивали территорию, имеют определенные навыки, определенные качества, и эти качества можно распространить на всю страну. И как бы, ну, это я немножко уже пародирую, опора на опыт фронтирной, она рассматривается как, ну, такая одухотворяющая идея для современного уже развития. Если мы возьмем историю освоения районов нового освоения, прошу прощения за тавтологию, советских или российских, то у нас, безусловно, дух фронтира был, причем дух фронтира, ну, ковбойский, не ковбойский, но смелость была отчаянной, и вот такую способность к самостоятельному поведению совершенно отчаянной. Очень люблю пример Формана Салманова, первооткрывателя большой тюменской нефти, имеется в виду восточную часть Хантамансийского автономного округа. Чуть раньше была в западной части округа открыта нефть, но самое крупное месторождение Самотлор, его бригада, но уже не под его началом открывала, ну, в общем-то, совершил большое хулиганство, потому что Форман Салманов был нефтяником и работал в Кемеровской области, где и должен был искать для страны нефть, будучи хорошим геологом, решил, что в Кемеровской области правильно решил, нефти нет, и самовольно перебросил партию в район Мегеона. Ну, погрузил на баржи оборудование, и партия взяла и перешла в другой район. Вообще говоря, сильное нарушение производственной дисциплины. У него были большие проблемы, собирались исключать из партии, и, в общем, в итоге Форман Салманов нефть нашел. И дал Хрущеву знаменитую телеграмму, а я нашел нефть вот так, Салманов. Но это, повторюсь, исключительное, конечно, хулиганство, которое отражает исключительный дух фронтира. Вот те люди, которых я вам называла, они, ну, в общем, такого же свойства. Это вот как раз то, что должно быть в Арктике, и это те люди, которые ловят кайф от деятельности на новых осваиваемых территориях. Идея покорения новых территорий активно поддерживалась в советское время. Параллель между освоением Дикого Запада и освоением восточных районов страны можно проводить достаточно долго. Советская идеология активно поддерживала вот этот подвиг строителей нового восточных районах. Но вот что интересно. Здесь я еще буду говорить о одном из губернаторов Аляски, дважды губернаторов Аляски Уолтера Хикле, который вот в этой книге «Проблема общественной собственности. Модель Аляски. Возможности для России» еще покажу, рассказывает о важности как раз идеологии фронтира для того, чтобы решиться осваивать новую территорию. И он описывает о важности духа фронтира как творческих сил, воображения, изобретательности для освоения Аляски. Ему пришлось работать на Аляске в первые годы создания штата. И вот эта вот идея фронтирности очень помогала и, я бы сказала, действительно вдохновляла на создание нового штата с новой, непривычной для остальной территории США общественной системой, с новой экономической системой, когда примерно половина территории штата была зафиксирована в качестве собственности самого штата. Это довольно новая даже и для США система, что позволило создать механизм воспроизводства экономической базы штата, когда нефтяные компании, разрабатывающие нефть, они платили не просто налоги, они просто платили за аренду территории штату. И это создало мощную экономическую базу. Там, где не могло быть нормальной обрабатывающей промышленности, система налогообложения той, которая действовала на всей остальной территории. Здесь абсолютно новый как раз вот этот экономический механизм был создан. И если я говорила о архитекторах-ученых, то Хиккл – это такой безусловный фронтирмен-политик, вся энергия творчества которого была ориентирована на создание нового механизма функционирования такого фронтирного штата. Но вот что характерно. Он, да, говорит, открытия зарождаются в сознании, но я бы хотела обратить внимание на вот эту вот его фразу. «Немногие начинают жизнь первооткрывателей, имея солидный счет в банке». Вот это вещь, которая в значительной степени перечеркивает всю романтическую историю «Фронтира», потому что она не для всех, скажем так. Она далеко не для всех. И если в 60-е годы известная вот картина Пименова «Свадьба на завтрашней улице», когда после войны это было романтично, и люди с воодушевлением воспринимали вот эту вот ситуацию такой перманентной стройки, то когда сегодня приходится говорить о использовании идеологии «Фронтира» по образцу Кеннеди, по образцу Хиккла, говорить о том, что современные северяне – это наследники Салманова и так далее, наталкиваешься на восприятие огромной усталости от вот этого необустройства. И, как сказал сургутянин, «Понимаете, я чту Салманова, но наши отцы поднимали тосты за то, чтобы наши женщины ходили на каблоках». И вот этот фронтир, который ассоциируется с неустроенностью, с бытовыми неудобствами, он в нашей стране после десятилетий освоения на этих территориях уже очень мощно отступает перед попытками жить как в Москва-Сити, в Париже и так далее. Но это конкретно в качестве примера здание, пусть не арктическое, но это здание архитектора Гераата Голландского в Ханты-Мансийске. То есть, естественно, желание выйти на какие-то такие еврообразцы, на евроводителей, на евроздания, евроремонт и так далее, нежели культивировать по примеру Хикла какие-то фронтирные ценности. И очень характерно происходит эволюция в массовой культуре самого знакового романа «Территория», который, безусловно, в нашей стране олицетворяет образ того как раз романтического фронтирного освоения и возможности выстраивания именно арктической модели экономики, поведения, жизни и ментальности, которая противостоит модели делать из Арктику не Арктики, и на Марсе будут яблони цвести. Что я хочу сказать? Да, роман «Территория», безусловно, знаковой. Помимо упомянутого Ларина, знаю еще нескольких людей, которые ехали на север, в буквальном смысле начитавшись территорией, или если не на север, то просто нанимались в геологические партии студентами, допустим, того же университета нашего. Но как эволюционирует эта знаковая территория? В ней есть замечательный диалог. В самом романе, когда молодой геолог и старый ведут беседу, и молодой геолог Баклаков произносит фразу в северструе начальство спрашивать не принято. И старый геолог Ченков ему говорит, если вы в таком возрасте будете ориентироваться на принято и не принято, вы уже неудачник. Говорит ему Ченков. То есть культ того поведения, которое сотворял Салманов и названные люди. То есть человек, который не должен ориентироваться на общепринятые нормы, должен экспериментировать, и тогда он хорошо вписывается в эту общую жизнь, осваиваемую территорию, в общую фронтирную идеологию. Фильм «Территория» был в первый раз экранизирован в 1978 году с Банионисом в роли Ченкова. И там этот диалог немножко подправлен. Он говорит не о вашем возрасте, а если вы хотите быть геологом. Это геолог в советское время воплощал вот эту способность идти на новое, способность нарушать стереотипы и за счет этого открывать что-то новое, но ввести, если угодно, инновационный способ поведения. В экранизации 2015 года этого диалога нет вообще. То есть хочу просто сказать, что в современной ситуации территория немножко про другое. Настоящий пафос фронтира, который связан с нарушением общепринятых норм, он уже уходит. Это уже совершенно другое освоение, которое не связано с созданием новых общественных экономических ценностей, механизмов, образцов. Это просто ресурсное освоение. Не каждое ресурсное освоение есть фронтир. Здесь можно уже перейти к модели. Помните, я вам говорила, культурно-политические возможности освоения, организационные модели освоения. Когда говорят об освоении Арктики, часто говорят о суперорганизациях. О суперорганизациях главным образцом которой были две. Это Главное управление Севморпути и печально известный Дальстрой. Здесь сразу надо оговориться, поскольку после научных докладов мне иногда приходится слышать, что я там поддерживаю Дальстрой. И, упаси боже, ничто не оправдывает гибель в лагерях огромного количества, причем лучших как раз фронтирных людей нашей страны. Я говорю о модели экономической, о модели управленческой. То есть вынося, хотя тяжело вынести за рамки, то, что это была лагерная система. Я акцентирую на тех аспектах существования этой организации, которые были. Как то в значительной степени автономность, создание ради разработки крупных месторождений ресурсов. Хотя с Дальстройом там была известная на Дальнем Востоке коллизия. И был знаменитый прогноз Билибина, вексель Билибина, как стали потом говорить, цитируя слова руководителя Дальстрой Берзина о том, что вексель, выданный Билибином, полностью оплачен. Имеется в виду, что уровень добычи золота наконец достиг уровня, который был в прогнозе геолога. Дело в том, что у Билибина в прогнозе речь шла об обширной золотоносной области. Прогноз был исключительно смелый. Он был сделан на основании очень фрагментарных данных о наличии золота. Но он решил, что если геологические структуры идут определенным образом, то логично предполагать, что процессы золотоносности тоже распределялись в пространстве сообразно геологическим структурам, и можно ожидать, что золотоносной оказывается обширная область Колымы. Тогда это было большой новостью для геологической науки. Прогноз был тоже исключительно смелости, 28-29 года экспедиция. И когда этот прогноз был руководству страны представлен, там речь шла о всей золотоносности, рассыпной и рудной. И, в частности, упоминалась средниканская дайка. Прогнозы непосредственно по этой дайке были ошибочными, завышенными. Но именно под нее, в надежде взять богатейшие, невиданные ранее запасы золота в одном месте, был организован дальстрой. В скорости оказалось, что прогнозы по средниканской дайке не верны. Дальстрою пришлось размазывать силы на большую территорию, заниматься рассыпным золотом. То есть в значительной степени создание этой организации связано с курьезом, не курьезом. Но в любом случае она создавалась под разработку крупных объемов ресурсов. Повторюсь, даже как бы немножко преувеличенных. И главное — это существенная автономия центральной власти. Помните проблему институциональной удаленности. Из центра, будь то Вашингтон, Москва, Осло, тяжело адекватно руководить освоением нового ресурсного района, особенно в отсутствии внятной связи. Лучше всего рассказывает об этом легенда, ходящая по интернету со ссылкой на летчика Шевелева, о создании Главного управления Севморпути, как якобы это происходило в кабинете Сталина, который спрашивал, «Покажите мне, вы говорите о развитии Диксона, покажите мне на карте этот Диксон». Ну, говорит, до туда у нас ни у какого ведомства руки не дойдут, нужно посадить начальников, которые будут отвечать непосредственно за этот Диксон, тогда он действительно будет развиваться. Ну, с этим спорить достаточно сложно. Тикси, Диксон, ну, соответственно, цитата приведена. И, по легенде, в основе создания такой организации была аналогия с Ост-Инской компанией, после чего идет знаменитая фраза «Но у нее были пушки, Шмидту, руководителю Главного управления Севморпути пушек не давать». Но, тем не менее, вот эта вот модель, она действительно много раз в истории, не со Сталина она пошла, а много раз в истории она реализовывалась, когда создавалась такая квази-автономная компания, которая отвечала за освоение крупного участка новой территории. За этой организацией после работ Пелясова Александра Николаевича, как раз изучавшего Дальстро и первым введшего это понятие, закрепилось название суперорганизации «Монопольная структура», созданной высшей исполнительной власти государства под ее патронажем и непосредственным руководством, но при этом отличающейся высокой степени автономии, делегирования государством огромных властных полномочий этой структуре. Вот именно, повторюсь, по этому признаку, не дай бог не по лагерному, можно говорить о развитии других суперорганизаций, но в частности, с моей точки зрения, главное управление нефтегазодобычей в Тюменской области тех самых времен 60-70-х годов тоже была суперорганизация, потому что власть ей была предоставлена достаточно мощно. Вопрос в том, что суперорганизации создавались все ж таки под разработку ресурсов, и проходят они путь, ну, Билибинский лагерь, здание, штаб-квартира, как сейчас говорят, все в восток золота наследника до строя, даль строя в Магадане, проходит свой путь, связанный с разработкой главного ресурса. Ну, в данном случае это известный график добычи золота в Магаданской области, пик военных лет и пик 70-х годов, связанный с вводом в эксплуатацию новых месторождений Чукотки, как раз та самая золото территория. Но что мы можем сказать? Если на раннем этапе суперорганизации, и то не все, а во всяком случае суперорганизации Главного управления Севморпути и Дальстрой, отвечали за комплексное развитие территории и могли рассматриваться, как действительно такой хозяин, что ли, территории, то на пиковых этапах добычи это были жесткие, по сути, монопрофильные организации. Мы говорим, экономисты современные очень много говорят о пагубности монопрофильного города, об объединении социально-культурной среды, о блокировках инновационного развития, когда все завязано исключительно на градообразующих предприятиях. Лучший символ всех времен и народов монопрофильного города – вот этот плакат в городе Муравленко, когда вы видите город в нефтяных руках, просто изолирован от окружающего зеленого моря тайги вокруг. Но вот этот изолированный город, полностью подчиненный развитию одной городообразующей отрасли, это заклеймено практически уже всеми экономистами. Здесь очевидно, что у такого города тупиковый вариант развития, потому что, особенно если это сырьевая отрасль, что с исчерпанием месторождения, судьба города достаточно плачевна. Есть там варианты диверсификации, есть варианты управляемого сжатия. Варианты диверсификации идут очень тяжело, как правило. А здесь, в случае суперорганизации по большому счету, мы имеем такую монопрофильную территорию. Это вот из статьи коллег Агапова и Карантея, тюменских товарищей. Это вот совершенно тоже замечательный образ тоже всех времен и народов. Тюменская область прямо из карты, которой качают нефть. Вы видите, вентиль такой, соответственно. Но она опубликована. Кто фотографирует? С одной стороны, такая суперорганизация решает проблему институциональной удаленности. Да, безусловно, решает. И в этом ее мощное преимущество. Ради этого они создавались. И вот такая условная автономия, да и не условная автономия, от центральной власти ради принятия более адекватных решений, связанных с освоением удаленной территории, это безусловное преимущество суперорганизации. Безусловно. А с другой стороны, создаются они ради какого-то суперресурса. И вот здесь идет классическая ловушка такой ориентации на конкретную отрасль. И, соответственно, закладывается мина под дальнейшее развитие суперорганизации. Когда идет истощение запасов, она теряет свою экономическую базу и уже не может поддерживать ту систему, которую сама создает. Здесь, казалось бы, выходом могла бы быть создание такой квазиавтономной организации, но не отраслевого, а территориального аспекта. И вот Хикла я уже упоминала, книга на английском, русский перевод данной книги. Подержать. Значит, книга очень интересная, потому что показывает модель как раз новая система территориальной управления удаленной территорией. И многие механизмы, созданные на Аляске, были созданы абсолютно вновь. В частности, механизм общественной собственности, о котором я говорила, и механизм фонда с аккумулирующего доходы от добычи нефти, который по замыслу предполагался на развитие благ для всего штата. То есть строительство, например, инфраструктуры социальной, транспортной и так далее. То есть в данном случае пафос вот этой идеи общественной собственности в том, что это тоже автономное управление своей территорией, но управление коллективное. Здесь, несмотря на то, что мы говорим, что коллективное управление – это больше какая-то коммунистическая идеология, нет, вот на Аляске здесь прям такой гимн именно общественной собственности, именно коллективного управления, демократического управления территорией, согласно которым богатства направляются на службу всего сообщества. Идея вот этого фонда, повторюсь, в том, чтобы деньги от природных ресурсов перенаправлять на развитие территории. Но все было бы хорошо, но современная Аляска от этой идеи уже, по сути, отказалась. Мы с вами говорили, когда речь шла о городах, о кризисе, который прямо вот в этом году переживает, дай бог переживет Аляскинский университет, когда сокращено на 40% финансирование, в угоду политическим группам, которые деньги от добычи нефтяных ресурсов стали перераспределять просто в пользу выдачи всем жителям. То есть, по сути, проедать. Вместо того, чтобы вкладывать их в развитие территории, как это изначально было заложено, деньги стали проедаться, и это уже нельзя сказать, что это эффективное управление общественной собственностью. Иными словами, что корпоративное управление, что вот такое территориальное управление, после определенного периода лет приходит определенным образом к кризису. Не так много примеров, которые у нас есть вообще для изучения, но тем не менее, вот Аляска яркий пример не отраслевого управления территорией, Дальстрой, Главное управление Севморпути, отраслевое управление территорией. И там, и там со временем выстроенная система приходит к кризису, либо по политическим причинам, либо по причинам узкой специализации, которая приносит на эту территорию все язвы монопрофильного города. Поэтому идеального пути получается нет. Тем не менее, я бы подчеркнула то, что для удаленных территорий высокая степень все-таки автономии, она как минимум на определенном этапе оказывается более выгодной, нежели управление извне. В том числе, потому что доступ к принятию решений относительно развития территории, он привлекает на нее людей фронтирного типа, людей креативных, которые действительно могут создать что-то новое, и для которых эта новая территория служит мощным ресурсом для творчества. Еще один аспект развития удаленных арктических территорий — это экономический, безусловно, аспект. В прошлом замминистра экономического развития России, а ныне губернатор Ненецкого округа Александр Витальевич Цибульский, сказал замечательную фразу «Арктика требует масштабных проектов». И в общем-то он прав, потому что масштабные проекты, и я бы добавила быстро реализуемые масштабные проекты, фронтирные проекты, они и позволяют, помимо креатива отдельных людей, реализовать новые экономические проекты. Быстрота здесь очень важна. Новые проекты экономически масштабные, я имею в виду. Я имею в виду слом барьера того или иного инфраструктурного, политического, который препятствовал развитию того или иного региона. Я имею в виду фронтир уже не культурный, а экономический. Попробую объяснить, что имеется в виду, почему важно быстрое освоение. Для начала надо сказать, что скорость процессов имеет значение. Метас, как говорят англоговорящие наши коллеги. Для примера возьмем взрыв и окисление, ржавение, например. С точки зрения химии более-менее процесс, там окисление, здесь окисление. Но образование ржавчины и взрыв – это два очень разных процесса с точки зрения последствий. Фронтир, быстрое вовлечение в хозяйственный оборот крупного объема ресурсов, он аналогичен взрыву. Здесь важна именно быстрота. И вот те эффекты, которые дает фронтир – это концентрация фронтирного типа людей, это быстрые технологические инновации, это создание нового типа управленческих структур, создание нового типа общественно-культурных институтов. Это результат быстрого ввода в хозяйственный оборот, быстрого, нового крупного объема ресурсов. Не просто, как говорил Сибульский, крупного, но и быстрого. Что при этом получается? И откуда возникает эта быстрота? Фронтир возникает, когда долгое время какой-то крупный объем ресурсов не мог быть введен в хозяйственный оборот в силу каких-то барьеров. Слишком далеко, слишком дорогая транспортировка, не доехать, не дойти. Нет инфраструктуры освоения территории. Это месторождение Прадхабей, допустим, пока не построили нефтепровод на Аляску. Это нефтяные месторождения Западной Сибири, это золото Колымы, все что угодно. Практически все крупные проекты были изначально связаны с барьером, в первую очередь инфраструктурным. Если проект не крупный, то строительство туда инфраструктуры не оправдано. Если проект осваивается постепенно, то очень большой срок окупаемости этой инфраструктуры. Мы видим, что строительство дороги по относительно уже давно осваиваем в масштабах Арктики территории. Возьмем северный широтный ход. Дорога Салихард-Новой Уренгой, точнее от Карачаева, она идет, наоборот, в сторону Салихарда. Я тут посчитала, ее обещают строить с 2003 года. За это время, даже за меньший срок, была построена Транссибирская манистраль от Челябинска до Иркутска. Ребята, у нас проект буксует, потому что эта территория уже в значительной степени... Вот сливки там сняты с освоения газовых месторождений в районе Надыма. Сейчас уже по относительно освоенной территории дорога идет достаточно медленно. У нее был шанс быть построена в 1960-е годы, если тогда было принято решение восстановления дороги Салихард и Гарка. И об этом велись дискуссии с советскими экономистами. И потом Аганбегян писал, что на том, что не стали восстанавливать дорогу, страна потеряла огромные деньги. Но вот такое ползучее освоение, оно не вызывает крупных ресурсных проектов в слишком большой срок окупаемости. А вот мощное взрывное вовлечение в хозяйственный оборот, оно создает редкий случай, когда сырьевая отрасль приносит возрастающую отдачу. Чем больше вкладываешь, у экономистов есть такой термин возрастающая отдача, чем больше вкладываешь, тем больше отдача на вложенную единицу средств, на рубль, скажем так. И вот именно благодаря вот этому эффекту он довольно недолгий, потому что потом, соответственно, как правило, идет добыча природных ресурсов на все более истощенных участках, на все более трудноберущихся участках. Затраты все больше, отдача все меньше и целесообразности вложения колоссальных средств в новые ресурсные проекты, в те же железные дороги, в обустройство морского пути, если брать главный северный морской путь. Она оказывается невыгодной. А вот когда можно сразу получить в хозяйственный оборот крупный участок сырьевых ресурсов, то тогда, соответственно, оправдывается крупный какой-то инфраструктурный проект. И в целом получается, что развитие новых ресурсных регионов проходит несколько фаз, в которые укладываются появление и возникновение и фронтирных людей, и суперорганизаций, и многих других явлений, связанных с освоением Арктики и освоение вообще ресурсных регионов. Всему свое время и место. Первая фаза, когда еще неизвестны, если, допустим, в какой-то новой области богатые ресурсы. Какие-то слухи, какие-то пробы. Взять Игарка, пробовали Сидоров по Севморпути, первый пробовал провозить графит, привозить товары в Россию, первая операция Йонаса Лида. Но пока еще неизвестно, будет Севморпуть, не будет, тарифы очень дорогие на провозку. В Магаданской области, Аляска, да еще Аляска, когда она еще была российской, уже предполагали, что там есть золото. Знаки какие-то золота, первые десятилетия владения ей Соединенных Штатов были. И только через несколько десятилетий пошла золотая лихорадка, когда были крупные открытия. Дальше происходит действительно какой-то информационный или демонстрационный прорыв. Условно я назвала сумасшедший пионер, который ищет там, где все остальные отказываются искать. Билибин, я уже говорила, с его совершенно фантастическим прогнозом добычи золота. Салманов открывший там, где ему не велено искать. И таких прорывов можно практически в основе каждого крупного ресурсного региона был какой-то случай. Это можно даже объяснить с точки зрения теории бифуркации. Когда идет слом траектории, огромную роль играют случайные факторы. Поэтому здесь возникает особая роль личности в истории. Потому что здесь случайные факторы на сломе траектории могут оказать радикальное воздействие. Поэтому вот здесь роль таких первооткрывателей повышена. Если мы выйдем уже на пик добычи, когда построена инфраструктура, создана крупная организация, когда уже в этой организации отлажена иерархия, вот здесь чего-то пионеров не наблюдается. Здесь менеджеры уже работают или специалисты-инженеры, которые каждый стоит на своем участке. Вот именно поэтому фронтирные люди по духу, о которых я говорила, они оказываются во фронтире. Они здесь наилучшим образом могут самореализоваться. Когда уже пошел пик добычи, здесь пионерам по духу довольно тяжело встроиться. Это очень жесткие по своей структуре организации. Там хоть, опять-таки, прошу прощения за параллель, но не лагеря, я имею в виду, Дальстро и Газпром, очень жесткие по внутренней структуре организации с точки зрения внутренней дисциплины. А начинались сумасшедших пионеров и то, и другое. Вот это совершенно парадокс. И, например, геолог Жуланова описывала это как вообще парадокс Дальстроя. Говорят, геологи самые свободолюбивые люди страны, а в результате их труда создалась такая жуткая организация, как Дальстрой. Но это в целом, наверное, парадокс фронтира. На первом этапе самые свободолюбивые, потом, наоборот, жесткая, мощная такая вот структура, зарегулированная. Самая революционная фаза между этими двумя – слом барьера. Когда поверив в... И вот здесь очень важна вот эта вот вера в проект. По сути, это венчурное финансирование, то, что сейчас называется. То есть для того, чтобы фронтир запустился, нужен не только сумасшедший первооткрыватель, в кавычках сумасшедший, да, но и венчурное финансирование. Здесь нужен не менее сумасшедший финансист, или эту роль чаще выполняет государство, которое выделит деньги под прогноз, который есть, под запасы, которые предполагаются в этом месте. Если они уже достаточно разведаны, ну, тут сумасшедшисти нету, но, как правило, уже кто-то пришел на это место, и оно уже занято. А вот здесь самое интересное, как правило, происходит. Это вот начало строительства новых проектов. Это время, когда основываются города, создаются новые организации. Здесь, как правило, идет мощная идеологическая поддержка. И это тоже можно объяснить психологически, потому что крупные финансовые инвестиции требуют, ну, практически при любом режиме одобрения, траты бюджетных, там, или, как правило, бюджетных или крупных компаний средств. Поэтому здесь идет мощная реклама. Помните, я вам говорила, Игарка, это мощная рекламная компания. Приезжали иностранные журналисты, показывали, что это вот демонстрация достижения советской власти и освоения Крайнего Севера. Ну, а рекламная компания, я вам показывала, Тюмень с вентилем из земли, с комсомольскими стройками и так далее. А Хикл, который рассказывает о том, какая правильная Аляска построена, и как они блюдут дух фронтира. Ну, и потом стадия, когда истощается основной запас, основной ресурс, на котором все это выстроено. Здесь несколько вариантов. Либо печальный, когда захлебывается фронтир, захлебывается экономика этой территории, огромная проблема Арктики. Думать, что делать с вот этой стадией, я очень много про нее говорю. Либо какое-то расселение, либо изначально нужно было задумывать это все как вахтовый поселок, как Сабетто, допустим, сейчас такой вахтовый город, по сути, где-то на этой стадии находящийся. Либо аляскинский экономист Лихаски дает нам надежду, рассказывая, что за стадию пиковой добычи вполне возможно выйти на такой уровень развития местной экономики, что на месте фронтирного города сам собой уже возникает нормальный, который дальше начинает поддерживать сам себя за счет предоставления городских функций окружающей территории. Но в нашей стране это, безусловно, Сургут, например, хотя это и не Арктика формально. Но вот пример, когда на бывшей фронтирной территории сформировался город, который уже, безусловно, обладает потенциалом для того, чтобы продолжать развитие по пути просто уже нормального города. Редактор субтитров А.Семкин